Сейчас я... Сколько, блядь? Ты чё, ебанутый, блядь? Не, я, конечно, всё понимаю, но... Соболев ёбнулся. Всё, видео длится больше часа, сука. Он шо, решил как... Стаса как просто, только... С другой стороны, знаете. Типа, обратная сторона, скажем так. Такой же, блядь. Но только другой, скажем так. Тот правый, этот левый, короче. У Дудя два часа. Ну, понимаете, у Дудя хотя бы ты можешь какие-то вопросы скипнуть, которые неинтересны, да? По тайм-кодам пробежаться. А здесь что у него? Моргенштерн, иностранный агент? Я нет. Бля. Передай, пожалуйста, привет, Настя Филе. А, мне говорили, комментарий прочитать. Стоп. Лаймбонни, спасибо большое за 150 рублей. Передаю привет Насте. Настя, привет. А чё в комментах-то? Ну, кстати, дизлайков очень много. Ебать, почти 50%. Пиздец. У Дудя, например, очень мало дизлайков. Подожди, не понял. Тут ему пишут. Нет, Николай, ты не прав. Истина в том, что нельзя начинать войну. Подожди, он чё, переобулся? Смотри, поймёшь. Да, блядь, целый час сидеть и смотреть. Ну, это пиздец. А вы патриот? Патриот чего? Своей стороны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На всё. Смотрите, у нас есть патриотический... Ты смотрел голосовые, которые Стас сливал про Соболева? Нет. Такий список. А можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина, почему не готов? Всем привет, друзья. Меня зовут Николай Соболев. И я по-прежнему не иностранный агент. Добрый вечер. Учитывая контекст времени, это бесконечно радует. Моргенштерна признали иностранным агентом. То есть этот человек осуществляет некую политическую деятельность. Какую политическую деятельность осуществляет Моргенштерн? Может, подготавливает госпереворот из Дубая, продавая наркотики через интернет? В общем, бизнесмен. На сайте Министерства юстиции написано. Моргенштерна финансирует компания Юла Лапса. Я сразу же хочу сдаться, признаться. Меня тоже финансирует, ну как бы финансирует эта компания из Израиля. Также эта компания финансирует 320 топовых блогеров Ютьюба. Алексея Пивоварова, Марьяну Рожкову. Да практически всех блогеров российского интернета. Потому что эта компания платит за... Ну, кстати говоря, меня нельзя теперь признать иностранным агентом. Потому что Твич перестал меня финансировать. А Ютьюб-то и вовсе мне не платит. А, не. С Ютьюба мне приходят копейки. Там что-то по 10 долларов может быть. И мне платит за это Юзя. Потому что я подключен к партнерке от Юзи, нахуй. И мне Юзя, блядь, платит деньги. А Юзя... Фу, блядь. В России живет. Соответственно... Вот и все. Так что... Спасибо, Юля! Юзя! И все вот это вот. Это просмотры. Это посредник между блогером и Ютьюбом. Да. Получается, что Юзя мой начальник на Ютьюбе. Блядь. Ебать, ему, наверное, обидно. Типа... Он, наверное, думает... Блядь, какого хуя Хэсус не делает видосы на Ютьюбе? Потому что если бы я был как Влад Бумага, Юзи бы сейчас вообще, блядь, сидел бы на островах. Такой, я, блядь, имею проценты Хэсуса. Потому что, блядь, у Хэсуса там миллиарды просмотров, а мне чисто 10%. Но я могу острова себе покупать за эти 10%. Всех призна... Юля в бан отлетел к Стану 3 дня из-за своей жопы. Давайте всех артистов, звезд, кто выпускали клипы на Ютьюбе. Вообще, зачем нам медийная сфера? Зачем нам нужна новая культура? Мне нравится, знаете, что инагентами признают всех каждую пятницу. Это такое пятничное шоу. Поле чудес. Сектор Моргенштерн на барабане. Блядь! Подожди, так, что лишь пятница? Я прошу вас не пугаться, я прошу не бояться хронометража вот этого видеоролика. Я испугался хронометража, дурачок, блядь. Кайца, 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 кица, кица, кицуня. Мур-мур-мурка, мурка, манюня. Ой, блядь. Да-да-да, спасибо. Я понимаю, что выглядит очень страшно, но... В исторических предпосылках тех событий, которые разворачиваются на наших глазах. А если вы не в курсе, что случилось, происходит по-прежнему полный пиздец. Один сармат и все, были британские острова, нет британских. Но мы же серьезные люди. Люди по-прежнему не хотят ни в чем разбираться. И мне кажется, что это ключевая ошибка. Потому что иначе мы никогда не выплывем из этого океана информационной лжи. Вот в начале выпуска хотелось бы процитировать одного известного человека. Это Владимир Ленин. Обыватель не понимает, что война это продолжение политики. Поэтому ограничивается тем, что неприятель нападает. Неприятель вторгся в мою страну. Не разбирая, из-за чего ведется война. Какими классами. Ради какой политической цели. Нас десятилетиями везли в направлении какого-то концлагеря. А мы не интересовались политикой. И вот нас нокаутировали. И произошло это 24 февраля 2022 года. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. И вот люди начали разбираться. Вот люди судорожно начали как-то формулировать свою позицию. Здесь я разделяю людей на три разные категории. Бендеровцы на месте, ребят. В чате есть? Это интересное наблюдение. Возможно, вы найдете здесь себя. Первая категория это, безусловно, ура-патриоты. Жизнь ура-патриотов это просто замечательное явление. Я им, знаете, даже в чем-то завидую. Потому что, ну просто представьте себе, человек может выбрать позицию, исходя из географического расположения местности, где он родился. То есть, если он родился, ну, например, в России... Ура Путину! ...то Россия это та страна, которая говорит правду. Вот вся эта риторика федеральных телеканалов... Ну-а-а! Тут боевая операция идет! Фашисты, неонацисты, наркоман Зеленский, Путин красавчик. Боже! Царя храни! Все это система координат ура-патриоты. И, знаете, это в каком-то смысле даже логично, потому что зачем тратить энергию на размышления, если можно, ну, потратить энергию, например, на стрельбу? В моем представлении эти люди находятся в состоянии наркотического опьянения. Они с удовлетворением смотрят на чужую смерть, с удовлетворением ждут победы или попадания в рай. Зачем нам мир, если в нем не будет России? Ура! Патриоты разительно отличаются от другой категории людей, которая пытается разобраться. Получается не всегда. Вторая категория диванной аналитики. Эти люди... О, это я! Они понимают, что нужно скрупулезно разбираться в чем ты. Летко, спасибо. И поэтому они заходят на YouTube и открывают канал своего любимого блогера, например, Ильи Варламова. А, это вы? Это вы, ребят, но я тоже, да. Чужое мнение. Собянин нормальный тип или нет? Кто-нибудь знает? Мозг таких людей напоминает резервуар, куда бесконечно закачивается информация из разных источников. Это не всегда связанная цепочка каких-то логических размышлений или фактов. Как ни крути, я просто пустой вакуум, в который мне что-то вкидывают, и я такой... Да! Иногда встречается крайне примитивная логика. Знаете, что-то вроде... Ну, Россия напала на Украину, нападать это плохо, убивать это плохо, поэтому Россия это плохо. Мы все разобрали, можно дальше лежать на диване. Пока на Расслабоне, на Чиле. Зачем забивать свою голову какой-то ненужной информацией? Так можно же реально сойти с ума. Вы просто представьте себе, что происходит с людьми. Вот они сидят и смотрят все это. Послушаешь Арестовича, Украина побеждает. Послушаешь Минобороны, выносит Россия. Выступает Путин, Америка, империя лжи. Послушаешь Байдена, Путин кровавый диктатор. Выступают коммунисты, виноват Капитал. Смотришь Стаса, виноваты американцы. Выходит Варламов, виноват Нурланд. Стаса вообще все виноваты. План Сабуров. Вылезает Захарова, виноват украинский борщ. Послушаешь Рогозина, вообще все педики в интернете. Эээээ! Что люди в обычное время были абсолютно не готовы анализировать какую-то информацию. Я даже представить себе не могу, что происходит с людьми в век информационной войны. Все эти граждане похожи на персонажа Ивана Усовича. Я вот лучше не передам, вставлю целый кусочек. Ну, условно, я смотрю Навального, думаю, да нормальный тип. Что-то борется с коррупцией, здорово. Потом смотрю Дудя, Дудь говорит, ну к Навальному много вопросов. И я такой, действительно. Потом смотрю другое интервью, там говорят, то, чем занимается Навальный. Нужно иметь смелость для этого. Я такой, согласен. Потом говорю с кем-то в жизни, мне говорят, ну ты же понимаешь, что Навального на это место просто поставили. Я такой, я это прекрасно понимаю. Мозг человека буквально клинит под гнетом разных мнений. С одной стороны, это либеральная пропаганда. Амиваивайфэйри. Спасибо за четыре месяца. Американская пропаганда, вы не поверите, ребята. Такая тоже существует. С этой точки зрения нет никаких допущений, кроме как то, что Путин это кровожадный диктатор, который хочет сбросить на всех ядерную боеголовку. Ему эти ядерные боеголовки снятся во сне. В общем, он хочет уничтожить нашу планету. Такой вот кровожадный человек. Да, достаточно забавно слышать такие комментарии, например, от президента Байдена, который предлагал бомбить Югославию в нарушении всех международных норм, также без разрешения ООН. Достаточно забавно это слышать от американцев, которые, ну так или иначе, исторически истребляли свое коренное население, а во время Второй мировой войны сбросили ядерные боеголовки на Хиросиму и Нагасаки. Из песни как бы слов не выкинешь. С другой стороны, это омерзительная российская пропаганда с повесткой про ужасных нацистов. Вы не имеете права на существование, у вас античеловеческий режим, вас необходимо уничтожить. Ядерное оружие, которым в случае чего можно уничтожить Берлин за 100 секунд. Мне все равно, сколько там живет. Если среди них есть эти продажные крысы, они должны быть либо исправлены, либо вычищены оттуда. Кто вообще считает, что пропаганда 21 века должна быть вот такой? Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно. То есть, ну нет вообще шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось. Мы думали, что сейчас вот мы защитим Донбасс, наведем порядок, демилитаризируем, динамсифицируем. Но что-то пошло не так, не получилось, поэтому, ну извините, мы обратно. Этого просто не может быть. Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Знаешь, меня... Но мы-то в рай. Да. Меня... А они просто... И что это за пиздец? То есть с улыбкой... И улыбается, да, и улыбается. Ой, бля. В лице, в прайм-тайм, по телеку говорят следующее. Путин скорее убьет всех нас, всех людей в мире, но не допустит поражения. Но нам не надо переживать, потому что мы попадем в рай. Это серьезно вообще. Мы же серьезные люди. Тут вся интеллектуальная интеллигенция, молодежь, инженер... По поводу попадем в рай, это вроде цитата Путина вообще, если я не ошибаюсь. Крыса в кроссах, спасибо за переподписку. Айтишники после таких заявлений нахрен из страны убегут. Что это за пропаганда? Вы смеетесь? Вы для кого это вообще вещаете? Вся российская пропаганда буквально деклассирована одним пропагандистом Алексеем Арестовичем. Скоро, блядь, Ютуб закроют только из-за Алексея Арестовича, потому что весь Кремль сидит и смотрит туда. Ты знаешь о том, что ты звезда в Кремле и около Кремля? Никто уже, мне кажется, не смотрит ни Первый канал, ни Россию. И вот знаете, что дальше происходит, ребята? Люди, запутавшись вот в этом всем дерьме, утонув, они заходят в интернет. Интернет, источник объективной информации. Юра, объясни мне просто, вот зачем мне во время спецоперации интервью с рэпером Фейсом? Это война, блядь, я не знаю, ну, я не знаю просто как можно. Ну что это такое, ну простите, у нас закончились эксперты, политологи, экономисты, ну как интересно было бы посмотреть на них в кресле Дудя. Я реально должен сидеть и слушать, как человеку стыдно за нашу страну, вот все эти вещи. Я не горжусь этим, но я не могу отменить. Что он бы, наверное, очень хотел, но не может отказаться от своего свидетельства о рождении. Но я не могу отменить тот факт, что я русский. 10 миллионов человек на протяжении полутора часов сидели и смотрели на рэпера, который отказался от своих лучших друзей из-за того, что они придерживались какой-то иной политической позиции. Да, люди, которых я считал своими лучшими друзьями, поддерживают это. А в чем проблема, я не понял? Они больше не мои лучшие друзья. Он реально бросил своих друзей, уехал в другую страну. Ну так если друзья долбоебы, что бы нет-то, ну, факт. Да, я сделал это с гордостью. И в интервью на весь интернет рассказывает, какие его друзья хуёвые. Ну. Так если так и есть, блядь, в чем проблема, я что-то не понял. Юра, это настоящий... Это предъява, типа? Лаборационист, это настоящий предатель. Он сам в этом расписался. Мне интересно, вот Юрий... Что, блядь, в чем предательство? Что ты не хочешь с долбоебами общаться какими-то промытыми? Ты сам доволен? И это предательство? Или ты должен, блядь, идти против каких-то своих принципов, блядь, продолжать общаться с людьми, которые поддерживают этот геноцид? И ты такой, типа, ебать, зато я не предатель. Ебать, логика, конечно, у Соболева. Чего нахуй высрал, вообще не понял. Доволен этим интервью. Он реально считает, что это адекватная позиция. Ну, я не могу... Ааа... Могу отменить тот факт, что я русский. Я не больше не мои лучшие друзья. Зачем срать людям в голову, объясните мне? Зачем культивировать на такую огромную аудиторию абсолютно идиотское представление о коллективной ответственности? Так, ну хорошо, сейчас Соболев нам какую-то базу, видимо, расскажет. Вот. У него все хуёвые, соответственно, да, но зато сейчас он нам что-то правильно скажет, и мы таки все нихуя себе откроем глаза и скажем, да. Соболев был прав. Мне стыдно, что столетия назад мой генетический код проник на территорию современной России, и вследствие какого-то размножения получился Николай Соболев, который не может остановить Владимира, чтобы он не уничтожил мир. Мне стыдно. Если люди высказывают свое мнение по этой теме, это не значит, что они ябланы в общем. Понятное дело, что это так не значит, но нет, смотри, опять же, мнение может быть разное, понимаешь, да? То есть ты можешь, например, с другом спорить по теме какого-нибудь фильма. Вот он там, друг говорит, что фильм говно, и он ему не нравится. А тебе этот фильм нравится? Вы можете поспорить, там, немного поругаться, но оставаться друзьями. Но когда дело касается войны, и если, например, твой друг поддерживает войну, блядь, я не знаю, ну... Я считаю, что он еблан, например, и дружить с ним это такой себе вариант. То есть я, например, с таким человеком перестану дружить, перестану общаться, потому что пошел ты нахуй. Ну, как бы, занимайся там своими вещами, живи своей жизнью, как бы, ну все, мы с тобой уже, как бы, не пересекаемся. Вот, и... Так-то, если посмотреть, я не скажу, что у меня прям есть такие друзья, с которыми... У меня есть знакомые, да, там, может, какие-то товарищи, с которыми я раньше общался, сейчас, например, я с ними уже пересекаться не буду. То есть я, там, вернусь в Россию, я, блядь, им руку не пожму, например, да? Вот, и с ними пересекаться. Буду стараться, короче, их обходить стороной. Но я считаю, это нормально. В данной ситуации это нормально. В этом нет ничего такого. Если у тебя другая точка зрения, это не значит, что человек еблан. Я же тебе объяснил. Я не просто так, в пример, привел ситуацию с фильмом. У человека может быть другая точка зрения, касаемо какого-то фильма. И это не значит, что он еблан. Просто ему фильм не понравился, но если человек поддержит войну, он еблан. И это не обсуждается, в моем случае, понимаешь? Я считаю, каждого человека, который поддерживает то, что сейчас происходит, долбоебом, ебланом, идиотом и так далее и тому подобное. Вот. И это тоже не обсуждается, в моем случае. Ты можешь что угодно, какие-то там причины, блядь, мне втирать, что-то. Да это вот потому, что потому. Да мне поебать, ты еблан тупой. Вот и все. Рука блудца, не иначе, коблидун. Или как там? Бледина, короче, все. Вот. Да, я понимаю, что у тебя, возможно, есть какое-то свое мнение. Но мне похуй, ты еблан. Все. И если это мнение касается того, что ты поддерживаешь войну. Вот такая вот хуйня. Без обид, без обид, без обид. Без обид. Так если никто не навязывает, может кто-то действительно считает, что там фашизм расцветает и в гнетениях народа, а другой об этом не может знать. Где, блядь, в Украине фашизм расцветает? Подожди, а как же нацизм? Что это уже в фашизм превратилось? Если кто-то так действительно считает, ну, блядь, он идиот. Че-то ты еще-то скажешь. Стыдиться, что ты русский, это так же абсурдно, как гордиться тем, что ты русский. Простите за эмоции, на самом деле, естественно, Юрий Дудь никому ничего не должен. Он может брать интервью хоть у таксиста, хоть у Мурада, но когда я смотрю интервью с дочкой Машкова... Блядь, чуваки, а мне стыдно за вас. Вам стыдно за человека, который против войны, блядь. Ну, типа, а я в ахуй. Вот в таком мире мы сейчас живем, дорогие друзья. Я был в Украине, блядь, дважды. И вы знаете, я целый, смотрите, у меня руки-ноги на месте. Меня там не побили, меня там ничего нахуй не отрезали. Я абсолютно живой. У меня все нормально с психикой, да? Хотя вы сейчас скажете, а-а-а, а ну и видно. Но, тем не менее, да, я не пострадал от нацизма, от фашизма, да еще от какой-то хуйни. Меня там никто не преследовал. Никто не пытался убить, блядь. За мой русский мне там тоже никто не предъявлял. Ну, что-то я такого там вообще не заметил. А я был там, ну, не один день, соответственно. Вот, поэтому я не знаю, о чем речь, как бы, правда. Я не знаю, о каком нацизме идет речь. О каком нацизме? О таком, который есть во всех странах, что ли? Что, типа, они есть и в России, они есть и в любой другой стране, типа, ну. Так, получается, надо войну начинать во всех странах. Мы должны спасать всю... Всю планету. Освобождать каждую страну теперь. Вон сейчас НАТО, Финляндия в НАТО вступит. Ну, надо их освобождать, блядь. Жалко людей, это ж пиздец. До войны я прямо видел, как украинцы умоляли, нахуй, помочь им, да, освободить. Они так не свободно себя ощущали, пиздец. Прям, жалко людей было, пиздец, реально. И тут пришли, блядь, русские со своей свободой, нахуй. Лучше бы в своей стране свободу наладили, ну, как бы, камон. Ну, типа, блядь, реально. Вторая полтора часа стыдится за русских, но мне кажется, что это перебор. То, что нужно, Юр. Простите также за прямоту, но это странно наблюдать, как тот же Илья Варламов, которого ты смотрел, просто становится медийной копией Камикадзе Ди. Я все жду, когда он начнет орать. Накажите этих мразей! Нурлан Соборов такой говнюк, вот он должен... Да, вот на самом деле это забавно. Я вижу, как сейчас Соболев, ммм, говорит подобное, да, что типа там, Варламов. Сейчас скоро как Камикадзе Ди будет. Меня тоже сейчас некоторые зачем-то, блядь, сравнивают с Камикадзе Ди. Типа сумасшедший. Тест, сейчас, блядь, когда ты не хочешь войны, ты сумасшедший, блядь. Если вы прикиньте, реально, ебанутые люди, блядь, стали... По крайней мере, ну, от меня-то это звучит хотя бы логично. Почему я считаю этих людей ебанутыми? Ну, потому что они ебанутые, блядь. Они поддерживают войну и считают тебя сумасшедшим, потому что ты против этой войны. Это вообще пиздец! Это вообще пиздец! Дожили, блядь! Он должен не молчать, он должен что-то сказать обязательно про спецоперацию. Отдельный ролик выпустил Варламов. Ты не вмешался в происходящее, ты прошел мимо. Нормальное общество такое... Тоже записывал ролики отдельные про ситуацию. И вроде как в предыдущих видосах ты совершенно другие вещи говорил. Ну, я сейчас к Соболеву обращаюсь, разве нет? Примерно, кстати, говорил что-то похожее, что говорит Варламов. Ну, то есть он прям высказывался против, типа, блядь, что происходит? Люди сошли с ума, а здесь что-то какие-то оправдания начинает искать. Про Варламова что-то говорит. Хотя у Варламова такое же мнение, как у Соболева в предыдущих видосах. Нихуя не понимаю. Не принимай. Да, то есть Нурлан Сабуров должен сначала прочитать про геополитику, про политику. Читай, мудак. Послушать подкасты, посмотреть Варламова, поговорить с разными людьми, прежде чем поехать в свой сраный тур. Блядь, если ты за... Блядь, а что, для того, чтобы... Иметь какое-то мнение касаемо данной ситуации, нужно обязательно, блядь, иметь образование политическое, шарить там за все вот эти вот моменты, блядь. Надо прочитать сотню книжек, да, чтобы понять, что, блядь, то, что сейчас происходит, это как-то не очень. Ммм. Надо еще обязательно 10 высших образований иметь, потому что, ну, наверное, это очень тяжело понять. Так тяжело понять, блядь, что там, ну, как бы люди гибнут. Это надо еще несколько книжек прочитать, пиздец. Я ваху. Так и скажи, я боюсь сказать нет. То есть те люди, которые начинают говорить что-то еще, кроме фразы, я против, я против, то они ебланы. Нет, нет, нет. Я говорю про людей, которые ищут оправдания происходящему. Которые начинают, ну, как бы доказывать, что вот... Человек может... Подожди. Типа, что там, типа, нацисты, блядь. Что там НАТО, блядь. Еще какая-то хуета. Я про это говорю, про тех людей, которые ищут оправдания. И считают то, что сейчас происходит, типа, нормально, да? Типа, так и должно быть. Что якобы это неизбежно и так далее. Я про этих людей. А так и есть, братан, у меня есть семья. А, я забыл. Никто же не просит, чтобы Нурлан Сабуров разбирался. Он просто должен сказать то, что от него хотят услышать. Он должен сказать, я против Путина, долой Путина. А если он этого не скажет... Но ты должен сказать, что ты против. То какой-нибудь фонд по борьбе с коррупцией включит его в списке предателей. А когда к власти придут либералы, они его, наверное, казнят, да? Это животные, которые недостойны жить. Потому что зло растет при нашем молчаливом согласии. Просто поразительно. Знаете, я всегда думал, что свобода слова это когда ты свободен. Ммм, погоди, так если ты считаешь, что все, кто за войну конченые, то получается, когда воевали с ДНР, ЛНР, украинцы тоже конченые. Они же воевали, так получается, заслужили. Подождите, подождите. И вот опять про ДНР, ЛНР в четырнадцатом году. Ты про что именно? То, что украинцы защищали свою территорию, когда Россия туда вторглась, что ли, в четырнадцатом году? Или что, я сейчас не понимаю? Выбори, что тебе говорить? И о чем тебе молчать? Ну вот оказывается, это совсем не так. Просто слуга страха! Слуга страха орет украинец, который сидит в США. Охренеть! Парень, че ты не на фронте, а? Такой смелый. Сейчас затрону святое. Я прекрасно отношусь к Александру Петровичу. Ну, блядь, то есть теперь нахуй людям нельзя высказываться, потому что они в другой стране сидят. А если ты говоришь, то обязательно должен идти воевать. Невзорову, он гениальный риторик. Но Невзоровские среды, это точно такой же наброс говна. Орки, Мордор, этот Путин, он скоро откинется, он болен раком. Сегодня все психиатры мира вглядываются в физиономию Путина, гадая, как и каким образом недалекий, но чистенький и спортивный чекист. Хесус, я полноценно полностью против войны, но в принципе есть логика в этом всем. Если бы Украина вступила в НАТО, то НАТО смогла бы располагать свои войска на Украине. Такое было во время холодной войны на Кубе. Можешь чекнуть. Бро, 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 но по-моему сейчас и речи вообще не идет о том, чтобы Украина была в НАТО. Не Зеленский уже этого не хочет и как бы говорил ни один раз уже, что никакого НАТО уже, блять, нет и не будет. Что как бы Америка сама тоже это заявляла. Но война продолжается, всем что-то похуй, блять. Ну, Путин мог бы, если бы реально причина была в этом, сказал бы такой, а, все? Ну, все, блять. Так не все что-то как-то недостаточно походу, да? Вот. Что вы, блять, серьезно верите в эти сказки про НАТО, блять, или что? Хорошо, если ты реально веришь в это, ну так посмотрим тогда, что с Финляндией сейчас будет. Такая же хуйня, ну. Это же такая же, ну, типа, опасность для России, разве нет? Потому что Финляндия у границ с Россией находится. Аноним, спасибо. А, я же донат пропустил, подождите. И если, например, с Финляндией не будет такого, тогда какие-то, что тогда, подожди? А че с Украины тогда так поступили? Типа, Финляндии можно, а Украине нельзя, что ли? Блять. Я тебя люблю. Смотрю тебя давно. А в это тяжелое время у тебя адекватный взгляд на то, что происходит, когда вокруг столько запутавшихся людей. Спасибо. Так Эстония уже в НАТО, там пару километров до Петербурга. Ну, я думаю, что эти люди скажут, да, это другое. В Финляндии почти нет нациков, которые против России. Хе-хе, блять. А в Украине их прям 99% всего населения. Так, что ли, получается? Ну, я в ахуй, конечно, да. Их так много, что, наверное, это, ну, блять, точно причина для того, чтобы начинать войну, убивать людей, разрушать города. Да, да, чтобы избавиться от нацистов, которых, блять, ну, никто не видит. Я их не видел. Просто, я не знаю, люди так утверждают, как будто, если ты русский, если ты приехал в Украину, тебе пиздец. Все, ты оттуда, блять, живым не выберешься. Ну, я имею в виду до войны. Когда было мирное время, да. Ты приехал в Украину, и все, нахуй. Забудь вообще, что ты существуешь, блять, ты оттуда уже не выберешься. Ну, я ни разу не слышал ничего, блять, такого ужасного. Ну, только если, конечно, вы сейчас вспомните, там, в Одессе то, что было, это окей, я знаю. Но я сейчас говорю про случаи, когда, если ты с русским паспортом в Украине идешь по улице, тебя хуярят, потому что у тебя российский паспорт. Чтобы это было, блять, настолько массово, нет. А вот Шевцова отпиздили в 2019-м в Западной Украине за русский язык. Может, даже пост ВК найти у него. Не помню такой истории. Так, подожди, стоп. Шевцов так-то... Украинец? Ты донат пропустил. Да подожди, блять. Просто, может быть, в Украине и были какие-то, блять, быдлы, вот эти, знаете, там, с района пацаны, блять, быдлы вот эти. Эээ, ты чё, это русский там, а? Ты чё по-русски говоришь, блять? Ээээ. У нас в России тоже гопников дохуя, которые могут тебе предъявлять из-за язык в том числе, да, из-за того, что там на украинском говоришь. А может, ты вообще... из каких-то других стран, там, нерусский, тебя могут за это отпиздить. В России такого нет, что ли? Есть, конечно. Очень много такой хуйни везде. В Украине, может быть, и тоже кого-то там пиздили, за то, что ты на русском говоришь. Но войну начинать из-за этого, блять... Где нахуй логика? Но если Россия захватит Украину, то она станет только ближе к НАТО. Об этом Путин не думал. Антон, спасибо за 120 рублей. Если бы, опять же, НАТО, так нужна была Россия... Сейчас же самое время начать... вторжение в Россию. Ебать, а что, нет, что ли? Борьба с фашизмом, скорее, побочная. Просто Украина отбилась от рук... И Путин мечтает... При едином русском народе. Россия, Украина, Беларусь. Достаточно почекать статью Путина об Украине, которая в том году вышла. Ой, блять. Ну вот, это куда более реалистичнее звучит. Что, типа, Украина реально, как бы, скажем так, оторвалась. Это как, знаете, ребёнок, который решил стать самостоятельным. А батя не очень. Ты хочешь, чтобы ребёночек-то куда-то там стремился в другую сторону. Он хочет, чтобы, блять, он был с ним, потому что, то, не дай бог, другие-то посмотрят, как там в Украине, да, люди живут. Не дай бог лучше начнут жить, чем люди в России. Посвободнее там и так далее. И всё, и пиздец. А это угроза уже для самого себя. Ну, поэтому-то и нужно было придумать какие-то причины, чтобы это не звучало настолько бредово. Спасибо за 100 рублей. Что скажешь насчёт геноцида русских в 2014-2015 году? Где? Поподробнее, пожалуйста. Поподробнее можно? И как думаешь, почему Польша простила Украине волынскую резиню? Сейчас, вот в чате мне писали. Веди в поиски АЗОВ и посмотри картинки. Бля, ну, слушай. Наверное, Путин так же, да, зашёл в интернет, вёл в поиски АЗОВ, увидел картинки и такой, оооо, блять, срочно нахуй, вторжение нужно устраивать. Картинки посмотрел в интернете. И войну начал из-за этого. Давайте, блять, давайте просто видео посмотрим. Нахуя это сейчас спорить? Вы же понимаете, что я вам ничего не докажу. Вы мне тоже ничего не докажете. Наху мы сейчас это делаем? Всё, перестаньте писать в чат, донатить какие-то там, пытаться меня переубедить не получится, ребят, не надо. Не надо. Я понимаю, у вас там срака горит, вы считаете меня тупым. Это взаимно. Если у вас другое мнение, если вы пытаетесь найти оправдание тому, что происходит, я вас таким же считаю. Поэтому просто давайте посмотрим видео спокойно. Мне, блять, интересно, что Соболев скажет. Мне не интересно в очередной раз сидеть, что-то доказывать вам, потому что вам ничего не докажешь. Вот. Смысл в этом какой? Какой нахуй геноцид я из Донецка и всё видел своими глазами. Видел наёмников из России и прочий сброд, который организовали в моём городе. Всем похуй, понимаешь? Главное, что вот украинцы, потом там бомбили, блять, ДНР, ЛНР. Свою же территорию, блять. Родился в Дракулу. Вы реально чувствуете себя как-то интеллектуальнее? Ну и ты же обсираешь наше мнение, говоришь ему ебланы. Ну так, имею ли я право назвать тебя ебланом в том случае, если ты поддерживаешь войну? Ну типа, смотри, поддерживать войну это плохо, как ни крути. Какие бы у тебя оправдания не были. Ну это реально плохо, чувак. Там люди умирают. И есть я, да, который как бы, ну, не поддерживает это. Как можно назвать ебланом человек, который это не поддерживает? Ну это странно, вот я реально этого не понимаю. Дубай бы опять высирают про свои республики в 2014. Вот мое мнение, как человека, жившего в Мариуполе, откуда шахтеры достали из шахт танки оружие. Почему весь мир потом наблюдал, как едут танки из РФ? Так потому, что в Украине нацдвижение не запрещается на госуровне, а наоборот поощрается. А, да, поощрается, да, да, да. Нацидки поставили. Да, конечно, да, 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 на пост. Сколько там? 1,5% или 2%? Сейчас, подожди, ты мне тут скинул какую-то хуйню сейчас, какой-то видос. Помню я эту хуйню. Я что-то читал, смотрел про это. Про то, что там якобы или националисты. Многие путают националисты и нацисты. Типа, вот это вот хуйню люди путают. Витя, спасибо. Спасибо тебе за 5 долларов. Когда смотрите такой контент, просто это достаточно странно, потому что это не контент, это просто суповой набор из оскорблений, где 10% фактов, а 90% это художественное оскорбление. И что ты делаешь, корме того, чтобы на стримах говорить о том, что ты против? Что меняет твое слово? Мое слово ничего не меняет, как и ваши слова. Зачем ты это говоришь тогда, раз уж наше слово? Потому что... Потому что мне не безразлично то, что происходит, чувак. И я хочу это говорить. По крайней мере, свои позиции я поддерживаю людей из Украины. Я не знаю, им как минимум, возможно, просто приятно слушать то, что говорю я. Что есть человек, у которого есть большая аудитория, который, соответственно, принимает нормальную позицию, а не твою ебанутую позицию, у которой сидит «Бля, НАТО, НАТО, НАЦИСТЫ, блядь! А-а-а, сука, пиздец!» ...пишку с фейками. Невзоров публикует видео, в котором какой-то российский вертолет падает, и там на фоне якобы какой-то российский диспетчер кричит. «Алло, диспетчер, блядь! Мы падаем, падаем, сука!» Это просто вырезка из стрима. Это никакой не российский диспетчер. «Я пытаюсь!» «Сейчас выровням, Саня, выровням!» Ладно, разместил, но ошибся. Но все паблики написали, что это фейк, что две кнопки ни нажать и ни удалить. Хотя, знаете, наверное, я насрать, потому что, если даже неправда, но вписывается в картинку кровожадных русских, «Это огромная стая хищных попугаев России», можно оставить. Ну, такое же могло произойти в реальности, да? «Миллиант гласных» со мной, да? Я, наверное, как-то искажаю картинку. Ну, хорошо, для тронутых, я подчеркну, я уважаю и Дудя, и Варламова, и Невзорова. Я считаю их, наверное, ну, все-таки хорошими людьми. Я просто лично от них ожидал большего. Вот такие вот глыбы журналистики, как Александр Невзоров, как Юрий Дудь, в моем представлении должны заниматься отражением верных пропорций мира. Что они должны говорить, блядь, по мнению Соболева? Я не понимаю, нахуй. Что они должны так же сесть за круглый стол и такие, блядь, ну, вы знаете, ну, там НАТО. Хуя-то, блядь. Что они должны говорить-то, я не понимаю. На мой взгляд, показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Что выходит у этих людей? Ну, в моем представлении это исключительно плоская, исключительно черно-белая картинка, где с одной стороны зло, а с другой стороны всегда добро. Вот с одной стороны миролюбивые либералы, с другой стороны ужасные коммунисты, ужасный диктатор Путин. С одной стороны это отвратительные русские люди, которым должно быть стыдно, что они русские. Мне стыдно. А с другой стороны это просто сосредоточение миротворцев. Господи, благослови Америку. Вы реально думаете... Мне не стыдно, что я русский, потому что я... Ну, я считаю, что я принимаю адекватную позицию. Вот. Но мне стыдно за тех русских, которые занимаются хуйней, блядь. Которые ходят с этими буквами Z, блядь, там кричат, а ручше, блядь, да их там надо всех уничтожить. Вот за них мне стыдно. Мне за себя не стыдно, блядь, а за них мне стыдно. Вы думаете, что мир так устроен, а военные действия это прихоть одного садиста и тупо захват новых земель? А если нет, то почему вам именно так это подают? Мне безумно жалко украинцев. Я считаю, что то, что происходит с их страной, это худшее, что может происходить в принципе. Умирают мирные люди, разрушенные города. Нет ничего ужаснее, чем это. Нет ничего страшнее, чем оказаться в самом центре геополитического замеса. Давайте я расположу вот эту фразу на экране. Убивать людей это плохо. Смерть это вообще худшее, что может произойти в жизни. Это уяснили, это понятно. Война это плохо и мне кажется не нужно записывать 50 невзоровских сред, чтобы донести одну гребаную мысль. Вместо этого лучше постараться понять, да как это вообще произошло в нашем мире? Что за процессы этим управляют? Для чего это нужно сделать? Да для того, чтобы этого не допускать в будущем. Как найти действительную сущность войны? Как определить ее? Война есть продолжение политики. Надо изучить политику перед войной, ведущую и приведшую к войне. В моем представлении это сделает только третья категория людей. Это не те люди, которые выбирают молча сторону. Это не те люди, которые оценивают ситуацию по... Давай по-честному, ты тоже являешься русским, тебе приятно, что тебя тут и там хуесосят просто за то, что дядя сверху решил разъебать полстраны. Чем люди простые и виноваты, за что их так? Может мы тоже хотим мира Украине, за что все равно получаем пиздов? Ой, бля, попробуй въедете в Украину после всего этого. Естественно, несправедливое отношение к некоторым русским, к нормальным, но это хуево. Все эти куча санкций, блядь, ограничений, запретов, от которого страдают в том числе и адекватные люди, это, ну, типа, такое неприятное, неприятная хуйня. Вот. Ну, понятное дело, что эти люди не виноваты. Туюта. Ну, таков мир, блядь, что я поделаю. Мрамор, спасибо, тебе большое за новоплатную подписку. Роликом на YouTube это даже не те люди, которые ищут истину, потому что истину невозможно найти. У каждого она своя, у каждого своя призма. У Байдена, у Путина. Вы же, надеюсь, понимаете, что на самом деле каждый из этих людей, ну, серьезно думает, что он хороший человек, который борется за некую форму справедливости. Смысл жизни, друзья, в моем представлении найти как можно больше вариантов истины. Смысл жизни составить объемную картинку, которая сложится в твое личное мнение. Это скорее по проблемам публики, которые смотрят на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор. Итак, сегодня мы достаточно подробно разберем предысторию этого геополитического конфликта, начиная с эпохи модерна. И именно это позволит нам оценить перспективы развития нашего мира, России и ее идеологии, которая формулируется прямо сейчас. Ребят, я искренне считаю, ну, что это, наверное, один из самых важных выпусков на моем канале. Обязательно досмотрите его до конца. Я приложил максимум усилий для того, чтобы сделать это интересно и для того, чтобы рассказать вам что-то новое, для того, чтобы вы составили вот эту объемную картинку. И самое важное, я ни в коем случае не ищу оправданий для того, что происходит сейчас. Я ищу ответ на вопрос, а как мыслят те люди, которые ответственны за эти решения? Но прежде, чем мы начнем... Я начну, возможно, немножечко издалека, вы не будете понимать, о чем я говорю, но потом это сложится в единую картинку, поэтому слушайте, немножечко потерпите. Первый тезис. Люди отличаются друг от друга генетически в гораздо меньшей степени, чем вы можете себе предположить. Русские, американцы, японцы, одна биохимическая основа, одни и те же нуклеотиды, один и тот же процесс метоза и миоза и один и тот же общий предок. Ой, ну вот эти вот русские, вот они ордынцы, а вот эти вот украинцы, они прозападные либералы. Вот это украинское подсознание, вот так оно устроено, это вне зависимости от... Один момент, откуда обычные русские, это типа люди 30-40-60 лет, узнают, что Украина стала жить лучше. Блядь, братан, а у нас шо? Типа в России русские, это только те, кому 30-40-60 лет? Не, понятное дело, что большая часть, наверное, всей страны Путина, имеется в виду, его рейтинги, держатся за счет вот таких вот 40-летних, 60-летних и так далее. Ну, извини меня. А вы? Там молодежь, блядь, люди, которые пользуются интернетом, не только смотрят телевизор. Интернетом могут пользоваться и люди, у которых... которым 30-40 лет, 60, блядь. Понимаешь? Так что... Узнали бы. Шо, блядь. От социализации человека, от его формального образования и так далее, и так далее. Нет, конкретно с этим тезисом, Арестович, я не согласен. Ходили на цикки? Может и да, но если что так работает свобода слова, даже такие люди могут выражать свое мнение, и государство не должно их заставлять молчать. Но вот как общество будет на них реагировать, это другое дело. Их могут потом увольнять, работодать... А? ...подает он именно так, будто украинцы на уровне некого генетического подсознания протестуют против российских смыслов. Культурно люди могут отличаться в значительной степени, генетически в гораздо менее значительной степени. Если американец не знает, что он американец и родится, например, в России, он не будет чувствовать никаких внутренних противоречий на уровне подсознания, слушая русскую музыку, гусли, группу Любе и наблюдая за березками в лесу. Вот у меня лично есть знакомый канадец. До 17 лет он жил в Канаде со своими канадскими родителями. Как вдруг неожиданно узнал, что его родители, причем оба, это русские шпионы, которые были засланы в Америку и 20 лет жили под чужими именами. Deep cover agents known as illegal. Ну вот только представьте, нужно, во-первых, освоить язык на уровне родного, думать на нем, говорить на нем, выполнять задания в интересах своей родины в течение многих-многих лет. Типичные американцы Дональд Хитфилд и Трайси Лифоули оказались Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой. Эта история – главный шпионский скандал во всей истории России. Конечно, нам пришлось, опять же, с ними долго беседовать. Да, и объяснять им, почему мы это сделали, обосновать наш выбор. Для них это, конечно, был большой шок. Осознание, понимание, вот копание во всех этих мотивах наших. Мы работали на страну. Они нас поняли. По мотивам этой истории в Америке снят сериал американца. Они придумали свое прошлое. Они никогда не говорили на русском при детях. А их дети даже не знали, что они на самом деле русские. Я знаю Алекса Фоули лично. Никогда бы в жизни не подумал, что он русский. Парень общается как канадец. И он и есть канадец, потому что нет никакой ярко выраженной славянской детерминации. То есть стоит понимать, ребята, когда мы воюем против кого-то, мы воюем против точно таких же людей в любом случае. Это просто люди, которые погружены в другой информационный контекст. Вся существенная разница. Наука говорит, что нет человека, отличающегося от нас настолько, чтобы его убийство не считалось убийством человека. Второй тезис. Знаете, чем занимаются сверхдержавы? Знаете, чем занимаются обычные страны, обычные люди? Они либо готовятся к войне, либо воюют. И я понимаю, что война это плохо, смерть это плохо, и мне вообще не нравится смерть. Смерть сосет. Давайте скажем это природным процессом, потому что именно природные процессы заставляют нас воевать друг с другом, кидаться песком в одноклассницу, или, например, отказываться от друзей из-за того, что они придерживаются другой политической позиции. Они больше не мои лучшие друзья. Homo sapiens это вообще очень сложное существо, которое в значительной степени отличается от животных, в первую очередь сформированный префронтальной корой. Звучит сложно. Что такое префронтальная кора? За что она отвечает? Она отвечает за комплексные эмоции, за фантазии, за творческий потенциал, за формирование культуры, за формирование сложных социальных... Мой отец тоже не поддерживал Путина, но после присоединения Крыма он стал его уважать, потому что, как он сказал, это поступок мужчины. Так это и в том числе для этого и делается, потому что, если бы не вся эта грязь, блять, с присоединениями и так далее, с завоеваниями, то, возможно, бы Путин уже все, понимаешь, он бы уже, скажем так, ну, потерял бы в глазах вот этих вот граждан, да, твоего батя, например, авторитет. Он просто потерял бы авторитет, соответственно, ну, я бы не скажу, что он бы там потерял бы президентский пост, блять, потому что, ну, посмотрим на Лукашенко, да, как он, например, остался президентом. Он просто взял и как бы заставил людей поверить в то, что он, блять, все еще президент. Вот. Путин решил действовать немного по-другому и, соответственно, подобными действиями ему просто повышает рейтинг, к тому же, да, а впереди как раз-таки двадцать четвертый год, извините меня, очередные президентские выборы. И тут вот такая ситуация. И еще и, соответственно, большинство людей в России, как мы видим, поддерживают все это. Потому что последние года, там, восемь, те же вот эти восемь лет, очень жестко промывали мозги людям. Ну и все. Вот и все очень круто сработалось. Реально. И в двадцать четвертом году за Путина реально будут голосовать. Вот уж, а как же без Путина, да, тем более, когда война. Кто же еще, если не Путин? А если не Путин, нас захватит, все. Уникальных связей. К чему я говорю? Вот просто представьте себе сейчас, что в нашем мире расплодилось восемь миллиардов человек. Очень сложных существ. Человек это уникальное существ... Не будем в двадцать четвертом году избираться. Да, конечно, блядь. Куда денется? Бать, вы, конечно, рассказываете, блядь. Ахэм. Ахэм. Шо это такое, Лагода? Чего, блядь? Шо это за пиздец? Твоя способная придумать несуществующую проблему и впасть из-за этого в депрессию. Мы способны придумывать фантазии. По конституции России это его последний срок. Подожди, а разве конституцию не переписали? Там, по-моему, еще у него плюс 10 сроков прибавилось. Там же обнулили все. Там же все по-новому у него теперь. Ты че, блядь, ты все проспал, походу. И верить в них, как в реальность, считая это объективно... Да, даже если бы было что-то там по конституции, переписать ее в очередной раз не проблема. ...взглядом, из-за различия взглядов, из-за различия культуры, из-за различия идеологии, исключена возможность... Кто-то гуйню несешь, блядь? ...что не произойдет война, что этого не случится. Это аксиома. Ну, постойте-ка, вот не могут взгляды всего мира сойтись. Блядь, он тут вообще про эволюцию говорит. Про Homo sapiens, блядь, идем дальше, что тут? Философия Гитлера. Ой! А нахуй мы это смотрим? Подождите. Запад, там 39-й. Советский Союз до 39-го. Ай, блядь, а нахуй мы это смотрим? Может, лучше этого? Дудя, блин, с... Тиньковым. Тут опять США, блядь, США, США, ядерный шантаж, блядь, план уничтожения СССР, мир после Второй мировой, СССР сделал ядерную бомбу, НАТО угрозы России, ну-ка. Уже. Кстати, в этом же году в мире появилась чудесная организация НАТО. Я настаиваю, вот этой чудесной формулировки «мы дарим мир всему миру» не хватает фразы «уничтожая коммунистов», потому что контекст абсолютно очевиден. На самом деле коммунизм не политическая партия. Это вредный и пагубный образ жизни. Он похож на заразную болезнь. И как в случае с эпидемией, чтобы вся нация не оказалась заражена, необходим жесткий карантин. Сенатор Маккарти преуспевал. Он вызвался бороться с либеральной интеллигенцией, с деятелями культуры, науки. Это то, чем занимались в свободных штатах повсеместно. Я цитирую. Даже если в госдепартаменте всего один коммунист, это все равно на одного больше, чем нужно. Всякий раз, когда вы пытаетесь изгнать международный коммунизм из колледжей и университетов, поднимается крик о нарушении академической свободы. Однако следует помнить, там, где власть захвачена коммунизмом, нет вообще никаких свобод. Вы состояли в коммунистической партии. Я уже говорил, что сообщу о своих верованиях и партийной принадлежности американским зрителям. Я лично считаю, что в этом есть определенный смысл. Только вот Америка, используя этот шикарный аргумент про свободу, неплохо так справляется с заполучением разных ресурсов. Я бы очень посоветовал вам прочитать книжку Сэмуэля Хантингтона. Она называется «Столкновение цивилизации». Я бы хотел процитировать один кусочек. Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей ценностей или религии, но скорее превосходством в применении организованного насилия. Они не хотят ни с кем договариваться, они на самом деле не хотят никакого мира конкретно. Они хотят мира для себя, они хотят преследовать свои национальные интересы, как это делала бы на самом деле любая сверхдержава. Возвращаемся к генам, они эгоистичны. Каждая нация, даже та, что прикрывается альтруизмом, эволюционно преследует цель выжить и создать этот жизнеспособный ген, эту плодородную почву у себя. Тут возникает ощущение, что я демонизирую США и возношу Советский Союз. На самом деле, в моем представлении они очень мало чем отличались. Соответственно, это и может объяснять действия Путина. Чисто для себя. А не потому, что что-то, блядь, угрожает. За что гену, блядь? Организация, представляющая опасность для России. Я считаю, что это абсолютно восхитительная риторика от историка Тамары Эдельман. Ну, конечно, НАТО появилось абсолютно случайно. Они не хотели никаким образом подавлять Советский Союз. Это только Советский Союз был агрессором. НАТО не проявлял никакой агрессии к Советскому Союзу. Вот эта вот фраза... Если не прекратите мешать, нам я достану из кармана атомную бомбу и вам не поздоровится. Это просто наглый, я считаю, грубый монтаж. Вот США разместили свои ядерные боеголовки в Турции в разгар холодной войны. Очередной виток гонки вооружений начали американцы. США разместили в Турции 15 ракет средней дальности ПГМ-19 Юпитер. Только для того, чтобы кого-то сдерживать. НАТО была создана как оборонительная организация. Совершить агрессию она не сможет, даже если очень захочет. Да нет, если захочет, то она сможет применить агрессию. Совершенно точно это не раз происходило, в том числе и в Югославии, с нарушением международного права. Я еще раз на этом акцентирую внимание. Байден призывал бомбить Белград. Окей, хорошо, это другое. Вот то другое, это другое. Я все прекрасно понимаю. Могут быть разные аргументы, я просто рассуждаю так или иначе. Но ответьте, пожалуйста, на главный вопрос. А почему это оборонительная организация? Ну, забегая вперед, например, не приняла в свои ряды Россию. Ситуация, при которой решения принимаются в одном месте, без нашего участия, такое положение, конечно, вряд ли сможет удовлетворить не только Россию, но и Великобританию, другие европейские страны. Мало кто знает, но Сталин тоже подавал заявку в НАТО. Вот именно в год создания НАТО, в 1949 году. И знаете, что сделали Соединенные Штаты, Великобритания? Они очень-очень продолжительно подумали и сказали «Нет, мы не примем вас в НАТО, товарищ Сталин». После этого Сталин, ну, прекрасно понял, для чего была создана эта организация. В общем-то, в этом и был его план. Раскрыть истинную сущность НАТО. И вот какой он вынес вердикт. Эта организация не направлена против возрождения нацизма. Это подкоп под ООН. Но вы не поверите, они снова пытались. Советский Союз не один и даже не два раза подавал заявку в НАТО. В 1954 году Никита Хрущев также попросился, мол, возьмите нас. США, Великобритания, очередной решительный отказ. Ну, видимо, слишком много миротворцев в мире не нужно. Давайте систематизируем. Весь 20-й век это настоящий пиздец. Постоянные провокации, постоянное финансирование революций. Было время, когда мнение о необходимости поддерживать политические изменения в Советском Союзе было частью американской политики. Это правда. Постоянные репрессии, ядерный шантаж. США размещаются в Турции. Советский Союз отвечает и размещает свои боеголовки на Кубе, после чего американцы сходятся на говно. У нас тогда не было экзистенциальной угрозы, но многие советники Кеннеди убеждали его использовать ядерные арсеналы в борьбе с СССР. Они объявляют морскую блокаду, а это по международным нормам является объявлением войны, опять же, нарушением международного права. Конфликт обострялся, не снижал градус десятилетиями, США тестировали нейтронное оружие, Советы посылали своих шпионов, Рейган называл СССР империей зла. И, конечно, и коммунисты, и капиталисты на протяжении всей истории подкупали страны и нападали на страны. Ливия, Сирия, Афганистан, Ирак, Югославия, можно перечислять бесконечно. Эпоха модерна, эпоха противостояния разных идеологий закончилась абсолютно неожиданно для всех развалом Советского Союза. Наверняка, каких-то ошибок можно было бы избежать. Коммунисты понесли сокрушительное поражение, либералы Запада праздновали свой величайший триумф. И для того, чтобы понимать, насколько это был грандиозно, о чем про Грузию чуть-чуть не расскажет. Ам! 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 Вам нужно послушать речь Джорджа Буша-старшего, который назвал этот день, ну, наверное, самым важным днем в своей жизни. На сегодня я скажу, что самое большое, что произошло во всей моей жизни, в нашей жизни, было это. С помощью Господа Америка победила в Холодной войне. Итак, какой вывод мы можем сделать? США, благодаря многим факторам, благодаря географическому положению, отсутствию реальных потерь во Второй мировой войне, стечению обстоятельств, грамотной агрессии, смогли установить мировую гегемонию и либеральную диктатуру. Я не знаю, как это по-другому назвать, кроме как либеральная диктатура. Я сам по своей натуре, вот я признаюсь честно, либерал, я уважаю... Он же сейчас буквально один в один тезис Стаса пересказывает из его ролика. Кажись, он просто посмотрел на досуге и теперь пересказывает его. Ну да. Б, США, бля. Поэтому, блядь, надо Украину захуярить. Чтоб США посмотрели, такие... Вот это ничего себе. Они могут так же, как и мы, просто захуярить кого-то. Без причины, блядь. Го, могут, а? Ну, Путин молодец, конечно. Уважаю права и свободы человека. Безусловно. Я индивидуалист. Вот я был так воспитан. Но при всем при этом отрицать то, что США предлагает преклонить колено, отрицать, что преследует свои национальные... Ну, Хесус промыт. Ну да, чувак. Я промыт. Конечно. А ты у нас вообще абсолютно чистый, блядь. Не сидишь на ютюбе, не смотришь Стасика, не смотришь других блогеров, которые тебе базу, базу в твою тупую, блядь, пустую башку, блядь, втирают, а ты у нас сидишь такой непромытый, бля, вообще. Ой, бля. Смешно вас слушать, на самом деле, таких, как вы. ...кональные интересы, они хотят сосредоточить весь мир вокруг себя. Это просто глупость несусветная. Да потому что отношения ядерных сверхдержав с разными взглядами априори напоминают сцену из бесславных ублюдков, где каждый держит на мушке чужие яйца, угрожая спустить курок, пока людям со стороны кажется, что они просто мило беседуют. Именно так и поступают сверхдержавы. Естественно, каждый из участников сцены чувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы пистолет остался в руках только у него. Что же такое однополярный мир? Это мир одного хозяина, одного суверена. И это, в конечном итоге, губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. Давайте так, вот после всего вышеперечисленного, вы реально считаете, что Америка когда-либо хотела сотрудничать с Россией на равных, альтруистично делиться ресурсами? Вы реально считаете, что Америка хочет делить мир с Россией? Вы реально верите в то, что экспансия НАТО на Восток преследует исключительно оборонительную цель? Организация, которая была исторически создана для борьбы с Советским Союзом? А зачем столько баз НАТО в Европе? Вот они для чего нужны? Неужели нельзя было обойтись какой-нибудь... Чтобы захватить Россию, естественно, конечно, блядь. ...регулярной армии, которая есть, ну, практически у любой страны? Ща, 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 еще чуть-чуть, и НАТО нападет на Россию. Ща, 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 Финляндия, вот это вот, там они разместят свои ракеты, и все, пиздец. Можете ответить на этот вопрос? Начнется жесткий захват России. Пойдемте, рубрика вопрос-ответ. НАТО, это военная организация? Попроцент. Военная организация хочет видеть Россию в своем альянсе? Нас они видеть не хотят? Не хотят. А вот эта военная организация с кучей оружия двигается к границам России? Двигается. А вот Россия просила военную организацию этого не делать? Неприемлемо. Так почему тогда нам упорно пытаются навязать, что все это полная ерунда, а военная организация не представляет никакой угрозы? Мы окружаем Россию с базами и мы называем их агрессорами. Мы поддерживаем оппозиционные группы и мы окружаем их от военной интерференции. Вы реально считаете, что экспансия НАТО на восток не преследует цели загнать Россию в тупик? А если вы в это верите, то почему вы в это верите? Потому что риторика Соединенных Штатов... А сейчас типа не в тупике. А сейчас типа все норм. Америка говорит об обратном. США, власти и СМИ нам говорят, что все происходящее не имеет отношения к расширению НАТО на восток. Как можно заявлять такое? Русские прямо об этом говорят с апреля 2008 года. Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. Небольшая ремарка во время монтажа этого ролика. Если кому-то к этому моменту показалось, что я подвожу к неизбежности спецоперации на Украине, я ни в коем случае так не считаю. Но об этом позже. Окей, дальше рассуждаем. Вы скажете, ну они просто хотят мира во всем мире. Ну реально, Россия представляет угрозу и так далее. Но вы должны понять, что мир держится на ядерном паритете, на равноценности военных вооружений, на равноценности стратегических позиций. Именно это обеспечивает миропорядок. У одной страны ядерное оружие и у другой страны ядерное оружие. Если у одной есть, у другой нет, в таком случае нет никакого порядка. Начинается ядерный шантаж. Нужно нанести удар немедленно, пока оно не появилось у них. У одной страны сферы влияния и у другой страны сферы влияния. Если одна страна лезет в сферы влияния другой страны, то что ж это получается? Какой баланс? О каком балансе стратегических позиций Можно говорить При этом постоянно расширяя границы НАТО на восток Аж до Украины Заебался им НАТО, НАТО, блядь Ты мне объясни, каким образом тут Украина вообще в итоге, блядь, сейчас замешана и страдает НАТО в Украине нет И не будет, блядь, не будет Особенно после того, что произошло Не будет там НАТО Какого хуя до сих пор там тогда военные действия, я не понимаю Воспринимается в геоматике НАТО, НАТО, блядь Сейчас посмотрим, что с Финляндии будет Мне на самом деле очень интересно Посмотрим, правда Если настолько все завязано на НАТО То тогда и в Финляндии должно сейчас быть то же самое, что и с Украиной происходит Я этого, конечно, не хочу, нахуй оно надо, блядь Но, как бы, по логике, если так вот, да, идти по логике Тут, ну, так Все, пиздец, тогда, шо, блядь Я не буду говорить, что, да, ничего не будет, да Я когда-то говорил, что на Украину никто не нападет Что это бред А как-то вот так вот произошло, что, ну, ошибся Не хотелось бы еще раз ошибиться Украина в НАТО, чего бы нам это не стоило Уже тогда русские говорили, что это неприемлемо Мы что ли пришли туда, к границам США? К нам пришли Само расширение НАТО, когда страны добровольно сами вступают в НАТО Почему бы им не сотрудничать с Россией? Может, потому что в России нету ничего, кроме газа? До этого они уже проглотили две стадии расширения НАТО на восток в 1999 и 2004 года Сегодня мы приветствуем Венгрию Он говорит, нужен баланс ядерного оружия, значит, Украине тоже нужно ядерное оружие по его логике Польшу и Чешскую республику Стирая, наконец, границы, искусственно созданные холодной войной на карте Европы Мы, вы знаете, постоянно высказываем свое отрицательное отношение к расширению НАТО на восток Но настаивали на том, чтобы Грузия и Украина не стали частью нового плана расширения НАТО И говорили о том, что это для них экзистенциальная угроза И вы наверняка знаете хорошо Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы Ну и чего? Просто нагло обманули И мне вот интересно, а что бы сделал либерал Байден, поджатый силами военного альянса Советского Союза В мире победившего коммунизма, где какой-нибудь альтернативный Путин Вот взял бы и расположил свои ядерные боеголовки вот сейчас Вот где-нибудь в Канаде И нет, тут угроза не в том, что НАТО нападет... Зеленский отказывается подписывать мирный договор и являться на переговоры Отказывается не вступать в НАТО и верит, что ему удастся... Чего, блядь? Зеленский отказывается... Какой еще мирный договор подписывать? А он есть? Мирный договор есть? Со стороны России? Что? На какие переговоры? Где с Путиным, который не хочет сам этого? По-моему, Зеленский наоборот говорит, что я готов идти на диалог с Путиным Но только с ним, типа без посредников Я такое буквально вчера читал Вот, по поводу мирного договора Что это за мирный договор? Что там? Какие условия этого мирного договора? Что мы, типа, прекратим войну, если вы нам отдадите всю Украину, что ли? Или как? Типа, сдавайтесь, Украина теперь, ну, типа, все, Россия, да? Или как? Ну, типа... Такой себе мирный договор, хуйня И если бы за 6 часов до операции Это не сам факт Это вообще с картой ходит, блядь Падение Достаточно факта, ну, буквального окружения противника Вот вы видите что-то другое на этой карте? Где эту карту взял, блядь? Для того, чтобы понять в 2014 году, что расширение НАТО не очень хорошая идея Мы, наоборот, решили удвоить напор Виноват Путин и его политика Ну, окей, тогда почему востоковед Владимир Жириновский Еще 23 года назад, до пришествия Путина Обрисовал все то, что НАТО и Америка врут реализовывать Сейчас, в 2022 году У НАТО нет других планов, кроме ведения войны Главная цель – война с Россией Но напрямую они боятся Напрямую с Россией Они не пойдут Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ Еще раз, ребята, это 1999 год Своих солдат отправлять не будем Но мы будем поставлять оружие, тренировать, консультировать Напрямую с Россией они не пойдут Я просто продолжаю задавать вопросы Вы реально после всего вышеперечисленного верите в то Напрямую с Россией они не пойдут Но при этом НАТО угроза для России Но с Россией на конфликт они не пойдут напрямую Да, будут использовать другие страны, Украину Ну так, если бы Россия не напала на Украину Ну что бы тогда было, что, что, что НАТО бы там свои ракеты поставило Начало бы по Москве стрелять Но они же не будут напрямую с Россией воевать Не пойдут на это То, что Америка не имела никакого влияния на оранжевую революцию 2004 года на Украине Вы сами приходите к выводу, что победа Виктора Ющенко в 2004 году была обеспечена за счет интенсивной работы с украинской молодежью на американские денежные средства Коих было утрачено 18 там чем-то миллионов долларов Это два Вы реально верите, что они не имели никакого отношения к Евромайдану? И внимание, я не отрицаю, что смелые украинцы вышли по своей воле вынести гнилой, коррумпированный режим Януковича Но вы правда верите, что США, отправляя своих политических представителей на Украину, никак не пытались влиять? Мы вооружали украинцев, мы их тренировали, расширяли дипломатические связи И это не домыслы профессора Мершаймера, это подтверждает пресс-секретарь Байдена, черт возьми Окей, вы правда считаете, что страна, которая финансировала Аль-Каиду и признавалась в этом, не может финансировать национальные движения на Украине? Последний штурм, среди пламени и льда Очень странно, что вы так считаете, потому что сверхдержавы именно этим и занимаются Создаются 8 патриотических организаций, сталкиваются лбами, закручивается целая жизнь Эта жизнь мониторится, эта жизнь просчитывается, эта жизнь направляется определенным образом И никто не знает, если нормально работает, кто и как это делает Такое впечатление, что оно само Это впечатление, что оно само, непонятно почему, часто посещает тех, кто не пытается вникнуть в суть происходящего Вникнуть в суть происходящего, блять Каков смысл смотреть этого глупого? Николай, это особь примат, голосит, что вторая мировая толком и не началась В 39-м Назвал ее странной войной и заявил, что толком боев не было Совершенно умалчивая, что бои в Атлантическом океане были сокрушающие для Германии Изматывали ее воздушные бои Африка и позже Ленд-Лиз, который в огромной степени повлиял на исход в Востоке Долгоеб, но Соболев не покажет то, что Россия еще до нового года планировала вторжение Понятное, блять, дело, что Украина будет накачивать оружием, чтобы защититься Не, подождите, он говорил это Он говорил, что, типа, до 14-го года оружием снабжали Украину Или нет? Или про какие времена он говорит? Я просто запутался, блять То про 14-й, то про 20-й До 22-го? Так, стоп Подождитесь Где? Окей, вы право Пресс-секретарь Байдена, черт возьми Задолго до вторжения А, то есть до 22-го года Если я не ошибаюсь, до вторжения Америка и предупреждала, что... И не только Америка, многие западные страны говорили о том, что Путин планирует вторжение в Украину Потому что, ну, у них там есть свои, скажем так, видимо, какие-то разведданные Как бы Америка и сейчас продолжается И не только Америка, господи, блять И другие страны, Европы, в том числе Снабжать Украину оружием И черт Окей, вы правда считаете, что страна, которая... Как будто бы это кто-то скрывает ...финансировала Аль-Каиду и признавалась в этом Не может финансировать национальные движения на Украине? Последний штурм Среди пламени и льда Очень странно, что вы так считаете, потому что сверхдержавы именно этим и занимаются Создаются 8 патриотических организаций, сталкиваются лбами И закручивается целая жизнь Эта жизнь мониторится Эта жизнь просчитывается Эта жизнь направляется определенным образом И никто не знает, если нормально работает, кто и как это делает Такое впечатление, что оно само Это впечатление, что оно само и непонятно почему Часто посещает тех, кто не пытается вникнуть в суть происходящего от слова совсем Пока мы с вами оказались в эпицентре затяжного исторического конфликта Где, с одной стороны, западные страны стараются как-то обезвредить некий дух Советского Союза Опасного и реально нестабильного противника с ядерным оружием в лице Владимира Путина Который грозится создать мощную коалицию с Китаем А там это нахрен никому не надо А с другой стороны, непокорная Россия бьется в агонии Подпитывается реваншизмом, имперскими амбициями прошлого Пытаясь сохранить собственную идентичность, остаток чести, самодержавия и ресурсов Параллельно мечтая о собственной идеологии Самый большой националист в России это я Самый правильный национализм это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы Путину просто не нравится ЕС и НАТО из-за того, что там другие взгляды на Западе Взгляды либеральные, экономические, процветающие, а в РФ при Путине автократические, милитаристические Идея Путина это диктатура и тотальный контроль над холопами, населением Вот Запад и поддерживает Украину Ведь это битва двух миров, идея одного человека и идея свободы и процветания Но знаешь, тебе кто-то скажет обратно, что процветание, посмотри на Америку, что в Америке происходит Да, там, это деградация, там, люди деградируют, там, вот эти вот все моменты, там, ну, знаете, что тут порой в Америке происходит Для кого-то, например, это тоже не может являться каким-то процветанием Для кого-то это плохо, например А что в Америке происходит, посмотрите, как там люди живут, бля, пиздец Сколько там этих мигрантов, что они там творят в этих странах Посмотрите на Германию, что там происходит Сколько там сейчас этой вот, всего вот этого К сожалению, на Твиче не могу говорить как есть, сами понимаете, что забанят Ну, прекрасно понимаем, о чем речь Чтобы это пошло на благо народу Подводя итоги этой части ролика, я хотел бы обратиться к людям, которые, возможно, не обладают критическим мышлением Вот для этих людей могло показаться, что я считаю агрессорами США Что я каким-то образом защищаю Путина, защищаю Россию Если вы так считаете, то вы нихрена не поняли, потому что А, ну, блядь Я считаю агрессором наш вид Homo sapiens А, блядь, Homo sapiens виноваты Ну вы че, охуели что ли, алё, люди, блядь Основной части ролика Мы не че, блядь, принципиально А, там перо на, это, перья, блядь, на голове убери Друг от друга не отличаемся, кроме как Местом, где мы высадились И информацией, которую мы впитали в себя Короче, виновата человечеству, оказывается, а не Путин И американцы там и прочее Америка оправданно расценивает Россию как угрозу Но при этом почему-то весь видос ты, блядь, акцентируешь внимание лишь только на Америке На агрессии со стороны Америки Пытается, я не знаю, чего доказать-то, блядь, что Америка плохая Так никто Америку хорошей вроде как бы и не называет Данной ситуации Или когда-то тогда, когда Америка начинала какие-то военные действия в каких-то странах Это так же хуево, абсолютно Абсолютно так же хуево их никто не оправдывает Так а и что теперь, блядь, нам то же самое делать Сверх державы с нелиберальным, а соответственно с опасным режимом Говорят, что вы новый царь А с другой Россия смотрит на Америку как на оправданную историческую угрозу Ощущая постоянное давление НАТО Ну и как минимум из-за той пропасти, что организовалась между нами вследствие развала Советского Союза Вот эти две силы сражаются и вот осуществляют свой достаточно мерзопакостный вот этот геополитический замес На территории бедной Украины Вы страдаете исторически больше всех И Украина на Россию вряд ли сможет смотреть не как на страну, разрушающую ее города И безусловно, спецоперация на Украине это, мягко скажем, опрометчивый шаг в решении геополитических проблем У меня огромное количество вопросов, которые я задал бы лично Путину Как... Ха-ха-ха, Путин бы так ответил на них, конечно Прямо честно дал бы ответ Вот Да Ну НАТО, конечно, вообще прям очень злые Манипулируют только так Но вот если так послушать Соболева, то можно сделать вывод, что Путин очень-очень плохой правитель Очень глупый человек, потому что он повелся на все эти манипуляции со стороны НАТО То есть, по сути, он уже проиграл войну, получается Не войну, а борьбу против НАТО Потому что, по-моему, как раз-таки Путин делает все для того, все, что хочет видеть НАТО А НАТО, исходя из этого видео, хочет видеть Россию слабой Хочет, хочет видеть Россию плохой, слабой, знаете, вот, короче, ну, типа И все вот это вот И получается-то вроде пока что все идет по плану, по плану НАТО А Путин, получается, на это ведется Он делает то, что и хотят НАТО Может, стреляет сам себе в ногу Держать геополитическую победу Чуасу-то я не понимаю, суасу Вы из-за буквы Z, что ли? А вот нет теперь такого, что все страны, которые, ну, находятся рядом с нами, захотят вступить в НАТО Разве не будет такого, что мы достигнем противоположного эффекта? Что будет с экономикой России? Почему за 8 лет подготовки не было проведено импортозамещение в важнейших отраслях медицины и авиастроения? И вот самый главный вопрос Как это? Как это нет? А мир? Альтернатива визы и мастер-карты Вы думаете, что просто так было организовано, сделано? Готовились? Ну, хуёво просто готовились Хуёво готовились Ввиду, опять же, коррупции, которая в стране процветает Соответственно, не получилось, скажем так, подготовить все, что нужно Или хотя бы сделать это достойно Вот Ну, что успели, то успели Хотя бы есть мир К сожалению, не над головой Что там еще? Что там еще у нас? Что мы там успели сделать? Телефоны пытались Но что-то Опять же, видите, в чем проблема? Даже если какие-то телефоны Но мы же все равно используем Все эти процессоры Микрочипы, блядь Западные, понимаете? Ну, как бы У нас своего-то нет Мы свое-то не производим Чтобы свое было от начала и до конца Даже если брать в автомобиле Машины Нашего производства Запчасти Откуда? Оттуда На которые нельзя никак найти ответа Вот кто определяет Сколько жизни нужно потратить? Что Эльбрус, блядь? Что Эльбрус? Что этот процессор? Где он? Для того, чтобы достигнуть Я буду очень рад Если какой-то, знаете, выйдет комп На таком процессоре, блядь На нашем Процессоре И этот компьютер будет работать охуенно Я только рад буду Каких-то целей Вот кто определит А сколько человек не жалко Вот кто определит Когда нужно остановиться Когда для больших держав Возникают высокие риски Они не останавливаются Именно поэтому Россия останется на Украине До полной победы Россия привела Силы ядерного сдерживания В полную боевую готовность Это большая угроза Тем самым Русские подают нам четкий сигнал По поводу того Насколько серьезно Они относятся к этому кризису Если Запад начнет выигрывать А Россия проигрывать То тем самым Мы загоним армию С ядерным оружием в угол И это будет для нас Более серьезная ситуация Чем поражение Украины Я реально верю В применение Стратегического ядерного оружия Несмотря на вот эти вот Разговоры Кремля Россия твердо Придержится принципа В соответствии с которым В ядерной войне Не может быть победителей И она не должна быть развязана Я реально верю В народную мобилизацию Которая скорее всего Произойдет В моем представлении Опять же И вот какая будет Реакция людей Нам мне кажется Предстоит узнать На что вы готовы ради страны? На все Ну уже сейчас идет война В которой участвует Абсолютно каждый человек Кто смотрит этот видеоролик Это страшная информационная война Это фейки Это вбросы Это разное искажение Мнения Не ну после такого видоса Соболев должен идти тоже воевать Полярное мнение Которое предоставляется Самыми разными персонажами В интернете и на телевидении То НАТО блять захватит Как ты жить будешь при НАТО И мне кажется Что единственная Абсолютно Задача Которую должен Даже ужасно блять Следовать мирный человек Который не участвует В боевых действиях Это разбираться И не переставать Задавать вопросы Задавать вопросы Даже когда кажется Что все логично Задавать вопросы Для того Чтобы просто тренировать Свои мозги И не быть обманутым Господи Благослови Америку Я буду очень благодарен Ребята Если вы распространите Этот видеоролик Если вы напишите Свой комментарий Если вы поставите Большой палец вверх Также призываю Подписаться на мой Телеграм канал Ага Обязательно Чувак Ой Бля Мне больше интересно Сколько отписалось От него после этого видоса Хватит смотреть его Он умер как человек Лично сегодня же Хоть и был Полутрупом Ложивой и гнилой особью Он не называл Причин Почему США Трогали Сербию Ирак Афганистан Многие ватники Всего своего возраста Или же не хотят Слышать правды Не стали читать статьи Почему же это произошло Причину самого конфликта Соболева Можно было выключить Еще тогда Когда он оправдывал Власть коммунистов Поддерживал ее Искажал на протяжении Минут 14 Историю Второй мировой Слушай Но я бы не стал Назвать причин Почему США Туда-туда Трогались Я говорю Причин быть Нахуй не должно Ну какие блять причины Какие сука причины Так же и здесь Всегда найдется причина Понимаешь Всегда пропаганда Найдет причина Для того чтобы Оправдать эти действия Ужасные И будет вам втирать В уши блять Все то что нам втирал Сейчас Господин Соболев Я нашел основное возражение Путина К внутриполитической ситуации В Украине Как скинуть ссылку А я его ушел В чат В донат Ахаха Он вставил Вырезку С видоса Где учел Спрашивает На что он готов Ради России Тот отвечает На все Но при этом Ему говорят Хорошо Давайте мы вас запишем Если будет мобилизация И человек сразу ходит Особо ли фото не вставил В смысле Он же в начале вставил Ты че Так Норвегия Дания Швеция Эстония Финляндия Ирландия Португалия Так Ага Понятно Так А Украина Где Или там Россия Нихуя в Японии Проблемно Оказывается Блядь А вот Украина А где Россия Э Ну а нахуй 155 Очень плохо Бля Реально А ну да То есть Уганда Выше получается И даже Мексика Нормально О Казахстан А кто там А Северная Корея Ну Блядь То есть Пиздец Или это Рофл Стали нормально Жить в России Может Может это все Это Может это все Фак А так у этого режима В котором чуть что бомбят Воронеж Нет будущего И маскировать это будут Внешними врагами Почему рофл Ну потому что Ну потому что Блядь В смысле То есть Вы хотите сказать Что В Зимбабве Например Посвободнее будет Что ли Чем в России Или в Уганде Например Или в В Мексике То есть я не спорю Что в России С этим реально Очень плохо Особенно с началом войны Когда Блядь Все вообще Какие-либо Независимые СМИ Запретили Или признали Иностранными Агентами Тут я думаю Пора бы уже Вот сюда На это место Вставать А Обновили на данный момент Окей Сомали Да ладно Сомали выше Чего Глина Спасибо Если бы людям Дали нормальную жизнь В России Можете потянулись К нам Людям Атаку Этого режима В котором Чуть Что Бомбят Воронеж Нет будущего И Маскировать Это будет Внешними Врагами Так это Всегда так было У нас В России Всегда был Враг Внешний Враг Какой-то Что Хуёво В стране Потому что Почему Блядь А потому что Там вот Враги Повсюду Нам надо Просто Потерпеть Так Ладно Здравствуйте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому